Две новые услуги появились в отделении сопровождаемого проживания территориального центра Ленинского района города над Бугом. С начала текущего года жители областного центра, которые имеют серьезные проблемы со здоровьем в части зрения или слуха, могут обратиться за помощью к специалистам по сопровождению, к примеру, для похода к врачу, посещения банков, магазинов или других социально значимых учреждений. В ноябре 2015 года в нашем территориальном центре свершилось очень важное событие. У нас открылось новое шестое отделение – отделение сопровождаемого проживания. Мы начали с того, что оказывали услуги двум категориям граждан нашего района. Это лица из числа детей-сирот от 18 до 23 лет, а также инвалиды первой и второй группы с умственными нарушениями. Начиная с 2016 года, буквально с самого января, мы оказываем еще два вида новых услуг. Это услуга сурдопереводчика, а также сопровождение лиц с особенностями по зрению. Первые заявки и первые выполненные заказы на счету специалистов центра уже есть. Сегодня в штате учреждения трудится и человек, который может сопровождать слабовидящих или незрячих, и переводчик жестового языка. Римма Павлович, к слову, сама родилась и выросла в семье, где оба родителя имеют проблемы со слухом, а потому не только прекрасно владеют специальной техникой общения, но и хорошо понимают сложности и потребности таких клиентов. Я понимаю, как людям с такими проблемами тяжело обращаться где-то к врачу, как им тяжело объяснить, выслушать. У нас в городе очень мало переводчиков жестового языка, и если где-то большая нагруженность, им очень проблематично пойти к врачу, где-то что-то и врачам неудобно очень. Ну, в принципе, там не только врачи у нас, и к юристам где-то пойти, к налоговую где-то что-то, у них тоже бывают разные проблемы в жизни, поэтому им очень проблематично. Учитывая тот факт, что территориальный центр, на базе которого сегодня можно воспользоваться данными услугами, относится к Ленинскому району, в первую очередь специалисты ориентированы на помощь жителям именно этой части областного центра. Однако, как заверило руководство социального учреждения, в такой помощи они не откажут никому. Для того, чтобы получить сопровождение, необходимо только оставить заявку. Сделать это можно по телефону, а также при помощи интернет-ресурсов.